Доброе утро! Доброе утро! Последние открытия медицины показали зловещую жизненную несправедливость. Наши самые необходимые маленькие помощники приносят самый большой вред человеческому организму. Я имею ввиду электроботовые приборы. Бангладеш уже запрещает мобильные телефоны. Кстати, я думаю, что вся Европа скоро присоединится к этому, а половина населения России игнорирует микроволновые печи, боясь никому невидимого микроволнового излучения. Проявляя здоровый интерес к этой теме, мы пригласили в гости профессора Юрия Пальцева, главного эксперта по электромагнитным излучениям. Академика МАИ Игоря Сеид-Умирова, профессора Валерия Копцова, директора Всероссийского НИИ Железнодорожной гигиены МПС Российской Федерации. Доброго утра! Доброго утра! Знаете, если говорить о бытовой технике, то среди всей бытовой техники наибольшую опасность как раз представляют мобильные средства связи. А микроволновые печи? И микроволновые печи, в любую степень. Это в каком радиусе от них не стоит находиться? Или вредны сами продукты, которые они приготовлены? Вы понимаете, нет, о продуктах мы пока не говорим. Мы говорим о том, что может пострадать человек, рядом с которым находится микроволновая печь. Только в том случае, если эта печь имеет какие-то дефекты в своем изготовлении, когда есть щели, например, в верном проеме, тогда излучение, которое концентрируется внутри печи, может выходить наружу. Это значит мобильные? А мобильные серьезно опасные? Мобильные, да, действительно, очень опасная вещь. Почему? Потому что оно излучает всегда, и это излучение попадает, в первую очередь, в голову человека. У тебя есть мобильные ленты? Это очень важный момент. У меня есть, но сейчас многие родители покупают даже своим детям. Мобильные действуют, и вообще электромагнитные излучения по-разному на людей. Вы знаете, мы, дети, конечно, более чувствительны к воздействию любых вредных факторов, и тем более электромагнитных полей. И поэтому мы в своих нормативных документах рекомендуем детям не пользоваться мобильными свежими связями или пользоваться очень ограниченной вредными. Исследования в плане вредности этого воздействия ведутся во всем мире уже несколько лет. Нет специфических каких-то изменений в организме под воздействием электромагнитных полей. Они не специфичны. Не видны как радиация, да? Во-первых, не видны это одно, а во-вторых, нет специфики. Может быть изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны центральной нервной системы. А это уже похоже на СПИР. То есть просто ослабление иммунитета? Иммунитет, кстати, ослабляется точно, мы уже установили. Кошмар. Валерий Александрович, вот я хотела спросить у вас, почему вы вот в своем железнодорожном ведомстве занялись вот этой проблемой? Ведь, как сказал ваш коллега, то есть действительно изменения не нужны, не видны, прошу прощения. Очевидно, тоже электромагниты очень сильны. Железнодорожные ведомства это то же самое ведомство, как и вся наша страна, работает и подвергается тем же самым воздействием, что и те специалисты, о которых говорил профессор Пальц. Вот я принес, сегодня наш институт занимается аттестацией рабочих мест, вот я попросил заведующего лаборатории, который занимается этим, дать мне протокол измерения электромагнитных полей. Я просто хочу сказать, что даже не говоря о тех профессиях, которые мы считаем, ну, основная деятельность, это машинисты, помощники, диспетчеры и так далее. Там же тоже электрическая линия и тоже электромагнитные поля. Это подразделение, так скажем, не из основных. Но вот даже в этом подразделении 10 человек из 27 у нас, ну, считается, что работают во вредных условиях. Это очень страшная цифра. А что делать, скажите, пожалуйста? Как обезопасить. Он может избежать и обезопасить. Значит, поэтому мы работаем над этой проблемой. И вот когда мы узнали о изобретении Игоря Михайловича, они, конечно, проявили очень живой интерес к этому. Игорь Михайлович, что за изобретение? Что это за прибор? Ну, сколько бы мы ни говорили с вами о том, что у нас есть это вредное воздействие, что мы окружены новейшими технологиями, и все это у нас, естественно, действует, и за эти новейшие технологии цивилизацию мы платим сегодня, то в любом случае мы в первую очередь должны думать, а как же решить проблему защиты. Потому что сегодня никто не хочет отказываться ни от мобильного телефона, ни от метро, ни от самолетов, ни от компьютеров. Поэтому, конечно, задача ученых сегодня очень важная и большая, как защитить живую клетку, живой организм. Почему? Потому что по самой природе ни живая клетка, ни человеческий организм не имеет защитных механизмов от искусственно созданных техногенных воздействий. В соответствии с этим наши ведущие институты Минздрава России, такие как Немецин и Труда, Институт вирусологии, Институт космических исследований, целый ряд других институтов и компетентных организаций работали над проблемой создания защиты. Вот сегодня у нас есть такая защита. Это небольшая пластиковая карточка. Которая очень удобна, потому что она может поместиться в кармане у школьника и в пиджаке у любого служащего. И в радиусе полтора метра она дает ту необходимую защиту для живой клетки, для человеческого организма, для нашей иммунной системы, которая уже не вступая в борьбу с этим вредным воздействием, сохраняет свою возможность защищать человеческий организм и дает нам удлинение срока жизни. Как вы поняли, что этот прибор работает? Значит, эти методики основаны и на животных, и отдельно на клетке, и отдельно на людях, и на системах крови. Все эти методики показали уникальную высокую эффективность. Ну, например, такой пример, как проведенные эксперименты, допустим, на клетках эмбриона человека, показали, что если облучать клетки эмбриона человека под компьютером, то это настолько вредно, что они полностью потом погибают все. Но с наличием нашего устройства, которое находится рядом... То есть, это внимание, беременные, мамы, будущие, ни в коем случае не подходите близко к компьютеру даже, не вздумайте себя этим развлекать в период беременности. Но я могу посоветовать нашим беременным мамам и всем, кто хочет им стать, использовать наше защитное устройство, потому что при наличии этого защитного устройства все испытания в центральных лабораториях вирусологии Министерства здравоохранения Российской Федерации показали, что не погибает ни одна клетка. Поэтому мы сегодня очень радостно и смело говорим, а наконец-то у нас есть чем защищаться. И это прекрасно. Юрий Петрович, Вы разделяете такой оптимизм? Вот исследования, о которых нам говорил Игорь Михайлович, они проводились в целом ряде институтов. На разных уровнях, так сказать, биологического воздействия. И на клеточных культурах, и на животных лабораториях. Там были и мыши, и крысы. Провелись исследования на людях, на испытуемых. Вот скажем, на летчиках даже недавно было проведено исследование очень интересное. И везде мы получили... Во-первых, прежде всего мы ставим вопрос, не может ли навредить это средство защиты. Это обязательно. Нет, нет, нет. Обязательно. Мы ставим вопрос. Первый вопрос, не может ли навредить. Проводится соответствующий исследование. Если не может, не вызывает никакого вреда, не может принести никакого вреда человека. Мы просто не имеем таких приборов, которыми мы можем вредящее действие отследить. Нет, существует целый ряд методов, которые полностью... Раньше мы считали, что радиация тоже не вредит. Нет, мы все смотрим. И радиацию, и рентгеновское излучение. И все вредные вещества, которые, химические вещества, которые могут выделяться из этого изделия. Все это проверяется. Все это проверяется. Очень досконально. Ставится первый вопрос, на него дается ответ. Да или нет. В данном случае нет. Ничего вредного нет. Ну, слава богу. А следующий вопрос. Какова эффективность этого изделия для защиты человека от электромагнитных болей? И здесь тоже мы получили на целом ряде опытов, которые сейчас рассказывает Игорь Михайлович, получили положительный ответ, что эффективность довольно высокая. Очень хорошо. И что теперь, Валерий Александрович, вот такие изобретения будете внедрять у себя в ведомстве? В МПС? Да, хотелось бы внедрить это в МПС. Спасибо вам большое. Удачи. И дай бог внедрения в производство вашего прибора. Всем здоровья. Мы продолжаем программу.